Разбив стекло входной двери, которая была закрыта изнутри, забежал в дом. Там лежала женщина, связанная веревкой, облитая бензином, и звала на помощь. Возле нее стоял мужчина, который держал в руке нож. Артем не испугался, подбежал к женщине, быстро освободил от веревки, затем позвонил в отдел полиции и вызвал сотрудников на помощь. Благодаря внимательности Артема и его неравнодушию к окружающим, женщина, оказавшаяся в опасной ситуации, осталась жива. Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Общественная Организация Российской, Российский Союз Спасателей за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человека, награждает Гилева Артема Ивановича медалью за спасение жизни. Награду вручает сенатор Решникова Елена Геннадьевна. Дорогой Артем, Совет Федерации в течение уже 7 лет традиционно проводит данный, вот такой вот очень ответственный, важный от вручения нашим детям-героям особых наград за мужество, проявленное в нестандартных ситуациях. В прошлом году этой медали удостоилось 8 наших молодых земляков, наших ребят, которые, так же, как и Артем, проявили себя с самой высокой человеческой стороны. Они как бы разошлись после этого. Непонятно. То, что еще пожилой, то, что он вдавал, люди не выжили, а мы все не пожалели. А потом этот же мужчина, Артем Спас, когда был? До этого. Он связывает, обливает бензином, она его прощает. А то себя до этого Артем спасал вот этого самого? Его наоборот. А как это было? Ну, мальчишки гуляли возле дома, и получилось так, что вы вливали дым в окошко. Там небольшая щель была в окошко. И подумали, что изнутри там что-то горит в зоне. Увели окно, залезет, да, это уже в там окошко. Никита, наверное, будет. Там все в дыму, понять еще не могут, по низу попал в дверь к печке. Вводя в огня нигде нету. А получается угол печки обвалился, затушилась и заслонкой были все закрыты. Угар пошел, да. Не разбудили, соответственно, его, он пьяный спал. Открыли двери. Ну, квартира, соответственно, отравиталась. Он еще и говорится обматерил, что вы зашли сюда. Пошел, спать, он. Такой нестандартный этаж. Ну, а потом вот это вот произошло. Конечно. Если кто приехал, все ей рассказали. Убан, она была в шоке. Ну, у них еще, помимо этого, короче, у них веселые семя, можно сказать. Пока вот этого конкретно не случилось. Чтобы действительно ее так напугать, чтобы разойтись и чтобы дети в порядке были. Артем, а ты со школы возвращался? Они со школы, да, шли. Средний брат, тоже точка ее снесла. Там возле магазина услышали такие. Ни с чем не поняли, что это вот читали она. Поближе начали подходить, уже поняли. Там где-то до такой степени, что уже слышно было на улице. Вкусок закрытый. И он ее прям связал? Да, она была не веревка, правда, связана, а была облинительно связана. Облинительно. Облинительно. Входная хорошо была открытая. Если была так закрытая, она была здесь поправить. Ну и зашел, она лежит, получается, диван стоит, лежит на полу связанная. Канистра грибина рядом. И он с ножом. Естественно, конечно, что это было дальше, если бы не Артем. Он как-то испугался, он ничего, я не знаю. Но единственный Артем, вот ты типа, что ты делаешь? Ну, матом, естественно. Он говорит, иди, 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 иди. Он, естественно, давай срезать у нее. Он думал, что он резать ее полет. Прибежал, он звонит. А он срезал с ней. Потом, что он в ленте искала полиция, и меня нашла, он не слышал в печке. Ну, в печке жжет. Все провода остались. Спасибо вам большое. Артем, удачи большое. Ну, уже профессию можно уже сразу определять. Это не страшно, потом позвонили. И в правоориентацию. Он же угрожал еще, Артем позвонил ночью. Наша же доблестная милиция отпустила его в серединочку. Уже ребенка угрожала. Ну, я думаю, что он у вас теперь уже не испугливает. Он у вас храбрый парень. Поэтому с такими, да, конечно, хулиганами по-другому не так. Не знаю. Хулиган еще вас по-отсказу. Ну, что-то.